Здравствуйте! Вы смотрите деловую программу «Ресурсы» в студии Эльвира Найманбаева. Потребность казахстанского рынка в мясе птицы составляет около 250-300 тысяч тонн. Сама обеспеченность этим продуктом питания пока составляет около 50%. Хотя производство курятины занимает второе место после производства говядины в стране. Союз птицеводов Казахстана подвел итоги за 2014 год. Несмотря на трудности и проблемы, в организации отмечают, что все намеченные на год планы реализованы. В целом, в 2014-м произведено 3 миллиарда 200 миллионов яиц и 138 тысяч тонн мяса птицы. Этих показателей удалось добиться при поддержке государства. В 2013-м птицеводами получено 14 миллиардов 800 миллионов тенге субсидий. В Казахстане будет снова, вот с 2015 года будет строиться крупные 4-5 птица фабрик. Это вот в Акмолинской области одна на 50 тысяч тонн. Производство мяса птицы в год 20 тысяч тонн. И в южных областях там будет тоже на 20 тысяч, ну и мелкие 2 птица фабрики где-то до 8 тысяч тонн. Я думаю, что через 2-3 года мы полностью себя обеспечим мясом и будем работать на экспорт мяса. На сегодня, да, действительно, мы сейчас в Россию тоже поставляем. И вот наше индейшинное производство, индейшинное мясо почти до 40% съедает Россия, потребляет Россия. По прогнозам Союза птицеводов, в 2015-м производство яиц превысит 3 миллиарда 600 миллионов штук. Мясо птицы – 180 с половиной тысяч тонн. В настоящее время производство яиц в стране на 95% покрывает потребность в них, тогда как самообеспеченность мясом птицы не превышает половины рынка. Сейчас сбыт нашего производства мяса и яйца идет очень тяжело. На сегодня на складах у нас накопилось мясо, и у нас она не идет. Где-то от 500 до 2000 тонн на складах у крупных фабриках лежат произведенное мясо. По прогнозам главы Союза птицеводов Руслана Шарипова, уже через 3-4 года отечественные птицефабрики полностью смогут обеспечивать рынок мясом птицы. Согласно данным, предоставленным отечественными птицефабриками, годовая потребность зернофуражена 2015-2016 составляет пшеницы – 573 тысячи тонн, ячменя – 58 тысяч тонн, кукурузы – 64 тысячи. В данное время на рассмотрении в правительстве находится законопроект, согласно которому 50% от потребности в зернофураже отечественным птицеводам будет выделять государство по фиксированной цене. На сегодняшний день казахстанское мясо птицы не пользуется большим спросом на рынках Средней Азии. Для того, чтобы оно стало конкурентоспособным, необходима господдержка и решение вопросов производителей, считает президент Союза птицеводов. Для этого нужно установить квоту для ввозимой украинской курицы, сократить квоту для американского мяса птицы до 50 тысяч тонн, поддержать отечественных производителей, отмечают в Союзе птицеводов. Ножка буша, у нас 110 тысяч лимит, который дано для поставки США, это 110 тысяч тонн. Кроме этого, что Беларусь и Россия могут свободно завозить, Украина завозит. Где-то сейчас, ну, за 14 год более 200 тысяч тонн мяса, наверное, у нас в Казахстане поступило. При поддержке сельского хозяйства большую роль играют госпрограммы. Начиная с этого года, производители мяса птицы будут получать субсидии. Будут получать их и фабрики, производящие яйца, но не все. Те, что не занимаются переработкой продукции, не входят в программу. В Казахстане нет заводов по производству вакцин для птиц, высоких технологий. Их завозят и за границей. Такие расходы может осилить далеко не каждая фабрика. И на этом у меня все. Напомню, что наши выпуски доступны на официальном сайте 24.kz. Читайте и смотрите нас также в социальных сетях. Благодарю за внимание. Пусть ваши ресурсы никогда не иссякают. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok